Ну, вообще, у меня дома покруче компьютер. Понять семиклассницу Еву можно. Компьютеры в этом классе появились до того, как она родилась на свет. Они, конечно, работают исправно, но морально безнадежно устарели. Современный интернет, современные сервисы, они требуют значительно большей производительности от вычисленной техники. И мы уже не можем, например, проводить олимпиады в том объеме, в котором они требуются, тестирование детей на тех компьютерах, которые установлены в трех из четырех кабинетах. Закупить три класса новой оргтехники стоит чуть больше миллиона рублей. Директор школы Ирина Николаевна и представитель родителей, член управляющего совета Екатерина Донская рассказывают, что решение вопроса нашли, обратившись к депутату Московской области Дмитрию Голубкову. Другие варианты в рамках закона были просто бесперспективны. Постепенно, но это очень долгий путь, через платные услуги. Мы практически каждый год, ну, один-два компьютера можем себе позволить и обновить. Но это единичные случаи. В целом, сразу обновить компьютерный парк в кабинете мы не сможем, мы не потянем. Депутат поддержал школу и стал заявителем в программу «Народный бюджет», который действует в регионе уже четыре года. Муниципалитет и область финансируют заявки, поданные жителями. Граждане должны оплатить не менее одного процента, одну треть выделяет округ и две трети – область. Называется это инициативное финансирование. Чтобы получить заветные деньги, надо преодолеть три этапа. И первый – голосование на сайте Добродел. Причем свой голос можно отдать нескольким проектам. И не только «за», но и «против». Для прохождения проекта необходима разница голосов «за», «против» в 100 штук. То есть, если проект набрал 101 голос и один из них «против», «100 за», проект проходит данный этап конкурсного отбора. Кто не наберет разницу в 100 голосов, дальше не пройдет. Возможность проголосовать на сайте откроется 29 февраля. Всего от Одинцовского округа в этом году выставлено 20 проектов. Но конкурировать придется не столько между собой, сколько с проектами из других муниципалитетов. Так что голосование в Доброделе в какой-то мере отражает сплоченность жителей в каждом городе Московской области. Тимур Гайсни, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.